МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пришло время поговорить о здоровье. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Согласно медицинской статистике, в России наличие грибкового заболевания ногтей можно ожидать почти у каждого пятого взрослого человека. По данным европейского проекта Ахиллес, около 25% любого врача имеет грибковые заболевания кожи или ногтей стоп. В Москве среди вполне благополучных слоев населения грибком ногтей поражено более 5%. И при этом заболеваемость за последние 10 лет выросла в 2,5 раза и ожидается дальнейший рост. Не будем пугаться и спокойно во всем разберемся. Сегодня у нас в гостях Ирина Карачук, заведующая отделением медицинской профилактики и платных услуг городской клинической больницы номер 8. Добро пожаловать. Здравствуйте. Я не случайно с вашей помощью подобрала такую статистику, чтобы актуальность нашего разговора сегодняшнего уже ни у кого не вызывала сомнения. А вообще, если брать ваших пациентов, брать людей, которые обращаются на прием с этой проблемой, их много, их действительно много. Да, это очень актуальный вопрос на данный момент. И на приеме такие пациенты с грибковыми заболеваниями кожи и ногтей составляют большую часть, я бы сказала. И они, хомикозы, это очень распространенная на сегодняшний день проблема. Грибковые заболевания являются инфекционной природой. Они достаточно заразны, поэтому их профилактика, раннее выявление и лечение – очень актуальная проблема на сегодняшний день. Вот если говорить простым языком, в это на самом деле очень трудно поверить, но практически грибок, он ест нас заживо. Это действительно так? Как это происходит? Простым языком говорят, да, это действительно так, потому что поселившись в ногтях грибок, он оттуда самостоятельно, естественно, никуда не денется. Он будет потихоньку делать свою работу, то есть поражать все большие участки ногтей или кожи. Как правило, поражение ногтей у нас происходит после заражения кожи. То есть на нашей коже, естественно, имеется очень большое количество бактерий и грибов, составляя их естественную микрофлору. Но при определенных условиях патогенные грибы могут приводить к грибковым заболеваниям. И вот если уж так случилось, и процесс заражения начался, то без лечения, под контролем врача, конечно, от него не избавиться. А что у нас из нашего организма потребляет грибок? Чем он питается? Если говорить о коже, грибковых заболеваниях кожи, то, естественно, это поверхностные слои эпидермиса, кожные чешуйки, с которыми же он потом отшелушивается, и через которые происходит заражение. Если говорить о ногтях, то своеобразная структура ногтя, в которых в ногте у нас имеются каналы, в которых как раз и происходит размножение грибка. То есть составляющими кожи и ногтей грибок как раз и питается, разрушая структуру, приводя тем самым к клиническим проявлениям, так неприглядно, которые выглядят. Чудовищно. Недаром при рекламе каких-либо противогрибковых препаратов рисуют сам этот грибок в виде жуткого чудовища какого-то и так далее. Так оно и есть. Ну, некрасиво, да, на самом деле, если ногти не в порядке или что-то, кожа, конечно же. Но ведь, наверное, не главная эстетика в данном вопросе, кроме эстетической проблемы. Есть еще какие-то иные при появлении грибкового заболевания? Есть, конечно, и иные проблемы. Сейчас посмотрим. У нас есть небольшая видеозарисовка, раз уж мы об этом заговорили, чтобы представить это наглядно. Проведенные Национальной Академией Микологии и Исследований показали, что наличие грибка ногтей или микоза стоп существенно снижает качество жизни. Иными словами, совокупность показателей, характеризующих эмоциональное, психологическое и социальное благополучие человека. Такое заключение сделано на основе обследований нескольких тысяч пациентов, ответивших на вопросы специальной анкеты. Оказалось, что качество жизни при грибковом заболевании снижается в среднем до 55% от полноценного, характерного для здорового человека. При этом пациенты отмечали не только физические неудобства, связанные с утолщением или разрушением ногтей, но испытывали различные переживания, опасения, негативные эмоции. Было установлено, что ногтевой грибок сильно ограничивает активность человека, мешая его отдыху, занятиям, спортом. Более того, чувство неудобства и стыда за состояние своих ногтей порой препятствовали своевременному обращению к врачу. Чем дольше протекало заболевание, тем тяжелее становилось поражение ногтей грибком, и тем хуже становилось качество жизни. Мы поговорили все-таки про эстетическую сторону вопроса. А чем еще опасен микостоп и ногтевой грибок? Другой важной проблемой микоза стоп и онихомикоза является опасность аллергизации организма данным видом грибка. То есть эти заболевания приводят к развитию микотической аллергии. Эти заболевания могут осложнять уже имеющиеся у человека заболевания, такие как бронхиальная астма, аллергические дерматиты, другие кожные заболевания. Кроме того, грибок, как мы уже сказали, он не вылечивается самостоятельно. Он чем дальше, тем больше поражает ногти и кожу. Занимает все большую поверхность. Все большую поверхность. Да, все правильно. Ну, как все-таки не заразиться? Каким образом, за счет чего происходит заражение? Здесь, опять же, можно выделить таких два больших направления, скажем, заражения. Это общественный путь и в домашних условиях. Общественные, соответственно, наибольший вклад вносят места, посещаемые больными, такие как бассейны, бани, сауны. Там, где влажно, там, где имеются условия для размножения грибка, где люди переодеваются, могут ходить босиком и так далее. Другим вариантом общественного заражения могут быть профессиональные факторы, такие как у спортсменов. Помимо того, что, опять же, у них присутствуют раздевалки общие, у них еще и ношение обуви тесное, травматизация постоянная, что тоже вносит вклад определенный в развитие грибка. Ну и, соответственно, в домашних условиях, да, если в семье имеется больной человек, если люди пользуются одной обувью, ходят босиком дома, или же в гостях имеют такую привычку давать свою обувь или одевать чужую, также можно очень легко заразиться грибком. Помимо этого, конечно, заражение может происходить и в маникюрных, педикюрных салонах, в гостиницах. Ну, то есть везде, где человек подразумевается ношение чужой обуви, хождение босиком, в этих местах может произойти заражение. Но в бассейне-то мы не носим чужую обувь? В бассейне мы не носим чужую обувь, но можем пройтись босиком, бегом от душевой до раздевалки, пройтись по коврикам. Особенно хорошо грибок сохраняется, размножается на деревянных покрытиях, те, которые недостаточно обрабатываются. Хотя в современных бассейнах имеются, должны быть такие ванны с противогрибковыми составами, да, где сначала ополаскиваются ножки, а потом мы идем в бассейн. Вот. Поэтому здесь, конечно, фактор личной профилактики, заботы о собственном здоровье должен иметь место. Ну, на самом деле, раньше при посещении бассейна, всегда прямо вот перед каждым посещением ноги потенциального пловца осматривал доктор. Сейчас этого не происходит. То есть это беспечность какая-то? Чем это объяснить? Ну, да. В бассейнах в последнее время я сейчас такого не наблюдаю, чтобы, да, осматривались посетители. Но, тем не менее, для посещения многих бассейнов требуются справочки. Когда люди проходят медоосмотр, да, прежде чем получить эту справочку на наличие заразных кожных заболеваний. А вот какой период инкубации? Сколько проходит от момента заражения до того, как человек становится опасен? Это буквально считанные дни, потому что если у человека острый микоз, соответственно, с явными клиническими проявлениями, массивным выделением грибка наружу и при наличии у потенциального заражаемого, так скажем, да, каких-то трещинок, микротравм на коже, да, куда грибок может попасть, то клиника проявится буквально в течение нескольких дней. Вот. А справку дают один раз в год в бассейн. Ну да, это еще один путь профилактики, может быть, которым мы еще коснемся, да, что государство у нас тоже должно вносить вклад свой в контроль и профилактику таких заразных заболеваний. Поговорим непременно о государстве. Слово «грибок» само по себе такое безобидное, доброе и ласковое. Но с учетом того, о чем мы сейчас говорили, достаточно опасный враг и угроза. Согласна. Но на самом деле вот грибок имеет очень много вариантов, да, и много разновидностей. Давайте сейчас мы просто, чтобы немного повысить свое образование, посмотрим сюжет на эту тему. Различают несколько разновидностей грибков, поражающих ногтевые пластины. Плесневелый грибок способен вызвать анихомикоз только в случае нарушения питания ногтевой пластины. При заражении таким видом грибка цвет ногтя может быть желтым, синим, зеленым и даже черным. Однако поражение остается поверхностным и легко лечится. Грибок под ногтевой является наиболее распространенной формой грибковой инфекции. Пораженная ноготь утолщается, край приподнимается над пальцем. Ногтевая пластина окрашивается цветами в спектре от белого до коричневого. Также широко известен еще один вид грибковой инфекции – дрожжевой грибок. Основными признаками заражения являются изменения цвета и формы ногтевой пластины. Структура ногтя значительно ослабевает, он становится тоньше, сильно крошится и ломается. Зачастую происходит заражение несколькими видами грибка одновременно. Похожими признаками обладает и псориаз ногтей. Верно диагностировать и назначить эффективное лечение может только врач. На самом деле, Вы уже сказали, что не лечится и не проходит сам по себе грибок к ногтям. Но, может быть, все-таки бывали случаи? Прям совсем никогда и ни при каких условиях? Нет, собственно, из лечения грибка такого не бывает. А развиваться он будет непременно? А может быть такая ситуация, когда маленький очаг поражения, и, собственно, с этим человек всю жизнь и живет? Ну, конечно, если говорить об анихмикозе, это достаточно медленное развитие. Все зависит от общего состояния организма человека, от его защитных свойств, иммунитета и так далее. Каких-то факторов, ослабляющих на данный момент организм. Но все же с каждым днем на доле миллиметра грибок делает свою работу и поражает все новые и новые участочки. Мне кажется, что чаще всего грибок ногтей встречается у пожилых людей. Это с чем-то объясняется или это просто вот так, как данность? Нет, это уже давно доказано исследованиями, что с возрастом частота заболеваний ногтей грибковыми увеличивается приблизительно на каждые 10 лет в два раза. То есть, естественно, от человеков 50-летнего заразиться грибком намного проще, чем от молодого человека. Здесь, конечно, играют роль и дегенеративные изменения в ногтях с возрастом, нарушения кровоснабжения, какие-то сопутствующие заболевания, которые с каждым годом присоединяются к человеку. Ну и образ жизни невозможен. А страдают ли этим заболеванием дети? Встречаются у детей вообще? Конечно. И дети болеют грибковыми заболеваниями как кожи, так и ногтей. Там просто другая идеология заболеваний, другие виды грибов, но детишки тоже подвержены этим болезням. Ну а вот казалось бы, ногти на ногах и на руках они одинаковы. Почему все-таки мы говорим чаще всего про ноги? На руках вообще не бывает грибковых заболеваний? Бывает, конечно. И на руках поражение бывает чаще. Это кандидозные поражения, это кандиды рот грибка. Чем обусловлено более частое поражение ногтевых пластинок ног именно, да, это опять же факторы... Руки моем чаще, нет? Руки моем чаще. Руки у нас менее подвержены, так скажем, травматизации, да. Мы носим обувь, которая стесняет, да, вызывает потливость, тем самым способствуя размножению грибка. Это все микротравмы, это все условия для развития грибка. Сейчас, кстати, можно отметить, что заболеваемость именно онихомикозом кистей возросла. Это связано с современным образом жизни, так скажем. У женщин чаще стали диагностировать эти заболевания, потому что к этому приводит маникюр. Маникюр, который делается в салонах, это искусственные накладные ногти, да, которые создают предпосыл, травматизация, во-первых. Во-вторых, микро какие-то полости, где происходит размножение этих... Хочется сразу спрятать руки за спину. Ну, это все относительно, да, то есть здесь важно, все равно важная часть профилактики грибковых заболеваний, да, это собственное отношение к себе, правильный уход и внимание. Но мы с вами пока не про профилактику, раз уж все-таки вы нас убедили в том, что не пройдет самостоятельно. Стало быть, надо лечить и идти к врачу. Вот прежде всего, а к какому врачу нужно идти? Конечно, если вы попадете к любому специалисту, он вас отправит к дерматологу. Этим занимается дерматолог. То есть можно, не теряя времени, да, отправляться сразу к дерматологу. Насколько мне известно, раньше в лечении грибка ногтя использовали такое средство, как его удаление. То есть как-то там, я не знаю, его, по-моему, размягчали, удаляли, и вроде бы на этом месте должен был вырасти здоровый. Что-то изменилось? Были такие методы, и не столь щадящие, как вы озвучили. Удаляли прям не размягчая, а хирургическим опытом. Выдергивали? Ужас какой-то. Да. Сейчас, конечно, наши современные методы более гуманные и намного эффективнее. Это и местные средства, которые самых различных форм имеются. И кремы, и мази, и растворы, и аэрозоли, и лаки. И, естественно, таблетированные формы противогрибковых средств. Естественно, лечение должно быть только под контролем врача. Это один еще из факторов, приводящих к столь распространенной, да, распространенности заболеваний, что люди очень поздно обращаются. Они сначала занимаются самолечением, какими-то народными средствами, советами и так далее. Это все не приводит в итоге к полному излечению. Грибок опять возвращается. И человек все-таки приходит к врачу, но уже на более поздних стадиях, да, на что приходится затратить больше времени, ну и больше средств. А вот учитывая то, что разновидностей грибка несколько, методы лечения, они все-таки разные? Как вот определить, что именно вот этот метод нужен для лечения? Конечно, методы тоже подхода лечения различные в зависимости от вида грибка. Здесь нам в помощь лаборатория, да, прежде чем начать лечить грибок, естественно, берутся анализы, соскобы, фрагменты ногтей и определяется, какой преимущественно грибок вызывает данное заболевание. Исходя из этого, уже подбирается лечение. В зависимости также от стадии, от запущенности, да, это будет либо только местная терапия, либо это уже будет системная, либо комбинированная терапия. Вариации очень много. Ну, то есть, возможно, и какие-то препараты внутрь придется принимать, да? Конечно, да. Зачастую в последнее время так и происходит. То есть люди вовремя не придя, приходится, да, применять таблетированные формы. Уколов, конечно, мы не делаем, все ограничивается. Успокоили. Прием таблет. Есть ли проблемы в терапии омнихомикоза и микоза стоп? Это сложно, поддается лечению? Это сложно. Здесь, на мой взгляд, важен настрой пациента. Если уж он пришел к врачу, да, надо, врач должен убедить пациента, что лечение должно быть комплексным, лечение должно быть последовательным и до полного излечения. То есть одна из проблем, что пациенты, раз обратившись, получив первичную консультацию, уходят, сказав, что дальше я справлюсь сам, и не оканчивают лечение. И грибок возвращается заново. Тем самым происходит такая своеобразная дискриминация, да, и противогрибковых средств, и врачей. Вот. Другой проблемой можно назвать то, что излечивая грибок, да, мы не исключаем повторное заражение. То есть даже вылеченный грибок может вернуться с ним? Может вернуться. Мы также можем его, так скажем, поймать, заразиться им вновь при тех же самых условиях, посещая те же самые заведения и так далее. Поэтому врач должен, вылечив пациента своего, да, дать ему правильные рекомендации, профилактики повторного заражения. – Знаете, над чем сижу, думаю? Вот лечить или не лечить? В принципе, умереть от этого нельзя, правильно? – Правильно. – Ну, есть он. Ну, можно надевать закрытую обувь, там как-то не ходить, может быть, в бассейн не для всех это актуально. Ну и жить, и жить себе спокойненько всю жизнь. – Ну, согласна. Кого-то такой вариант тоже устроит. Это ограничение в общении и так далее, да, снижение качества жизни. Но, тем не менее, грибок будет наносить свой урон состоянию организма. Как я уже говорила, да, аллергизация организма происходит. Происходит ухудшение имеющихся заболеваний, да. Грибок очень осложняет жизнь больным сахарным диабетом. Тому способствует ряд факторов, да. Для этого в больницах существуют школы сахарного диабета, где разъясняются, как заниматься профилактикой, вовремя выявить поражение грибка, да, и как правильно лечить. Поэтому, на мой взгляд, лечение грибка однозначно и безоговорочно должно быть. Вот сегодня многие доктора говорят о том, что реклама – это проблема для здоровья для нашего. Потому что, увидев рекламу каких-либо препаратов, мы, собственно, пошли купили, ну и хорошо. Противогрибковые препараты, они, в общем-то, не дешевые, скажем так. Большинство из них вообще стоит вот это делать? Пойти, купить, начать как-то применять? Может быть, и нормально все? Я частично могу согласиться с таким методом, методом как профилактики. То есть, если никаких клинических проявлений у вас на коже, на ногтях нету, вы абсолютно здоровы, да, но вы ведете активный образ жизни, вы посещаете фитнес, бассейны и так далее, да, где имеется шанс заразиться, да, то использование противогрибковых кремов, спреев, аэрозолев, я считаю, вполне оправданным. Это с целью профилактики. Либо при каких-то начальных проявлениях появился зуд кожи, появилось шелушение незначительное, можно начать тут же использовать противогрибковые крема и мази. Но при этом следует все-таки, следом за этим, обратиться к врачу. Почему? Потому что многие пациенты приходят и говорят, доктор, я вот самостоятельно лечился уже не один в месяц, и ничего не помогает. Они хомякоз, стоп, например. И выясняется, что пользуются, используя самые дорогие крема, мази, а они в ногтевую пластинку у нас не проникают. То есть для лечения ногтей у нас есть специальные средства в виде растворов, в виде лаков, те, которые будут эффективны и будут проникать в ногтевую пластинку. Мы с вами уже заговорили о профилактике. Что тогда делать? Потому что в бассейн хочется, в баню хочется, на пляж тем более. Да. Во-первых, это соблюдение гигиенических норм. И правильный уход, прежде всего, за своей кожей и ногтями. Потому что здоровая кожа и здоровые ногти – это само по себе очень мощный профилактический фактор заражения. То есть целостность кожи, с чего все начинается, да, это уже препятствие большое для проникновения грибка в кожу. Другим моментом профилактики является, как я уже сказала, вот такое профилактическое использование противогрибковых средств. То есть если мы посещаем все-таки, да, такие заведения, то использование таких спреев, которые продаются сейчас в аптеке, готовые, не надо, как раньше, их заказывать на заказ с рецептами в аптеках. Мы используем такие средства для профилактики. То есть лучше все-таки подстраховаться и вот в данной ситуации как раз эти средства купить. Но вы народную медицину так уже, в общем, не приветствовали, да, скажем так, в ваших предыдущих высказываниях, но все-таки нет, неужели ни одного народного средства, которое эффективно было бы? Народная медицина была хороша в свое время, да, когда не было другой альтернативы, так скажем. А вот сейчас ведь заболеваемость растет. Заболеваемость растет, но я бы сказала, что это от безответственности нас с вами. Почему? Потому что даже в нашем законе Министерства здравоохранения об организации медицинской помощи населения прописано, что каждый человек обязан следить за своим здоровьем и заниматься профилактикой любых заболеваний. Соответственно, если мы следим за собой, да, на нас лежит ответственность за своих близких. То есть если у нас в семье имеются больные с микозами, да, я считаю, что мы обязаны их постараться убедить, да, заняться лечением. Потому что зачастую же в семьях, опять же, пожилые, родственники, бабушки, дедушки, даже мамы, папы, у кого-то являются носителями таких заболеваний, но не лечатся. Поэтому наша роль – убедить их пойти к врачу и начать лечиться. Поэтому идет рост заболеваний, что вовремя не лечатся, запущенных очень форм много. Но проблема-то вообще получается социальная. Социальная, я с вами согласна. Ну а если наши пожилые родственники, скажем так, жили с этим грибком много-много-много десятков лет, есть шанс им излечиться вот уже? Есть, конечно. То есть несмотря на то, что заболевание запущено? Мы не списываем со счетов ни одного пациента. У каждого пациента есть шанс полноценного лечения и стопроцентного излечения. Другой вопрос – сколько времени это займет. То есть если человек пришел к нам на ранней стадии, с начальными проявлениями, мы можем ограничиться только местными средствами и лечением в несколько недель, да, или 2-3 месяца. Если же человек пришел на запущенной стадии, это пожилой человек, у которого много еще сопутствующих заболеваний, конечно, наше лечение будет более объемное, комбинированное с назначением таблетированных форм, и, соответственно, по продолжительности будет намного дольше. Ну, если как-то подводить итоги под всем, о чем мы сегодня говорили, то, в общем, носить только свою обувь, правильно? Пользоваться закрытыми резиновыми тапчиками в бане, в бассейне, после мытья вытирать насухо ноги, и ежедневно менять чулки и носки. Вот, скажем так, правильно я подвела итоги? Эти правила, да, вы озвучили очень хорошо. Это наша с вами гигиена, наша с вами забота о себе. Спасибо большое, Ирина Сергеевна. Заметив признаки грибка, не надейтесь, что все исчезнет само собой. Чем дольше грибок обитает на ваших ногтях, тем труднее его лечить, и тем хуже для всего организма. Затяжной онихомикоз может спровоцировать аллергическую реакцию, ослабить иммунитет, привести к обострению хронических заболеваний. Поэтому самое правильное при первых же подозрениях обратиться к врачу. Будьте здоровы!